В эфире программа «От шабата до шабата» и мы продолжаем разговор об итогах недели в политической сфере, развитии предвыборной борьбы и о других насущных вопросах, которые волнуют как рядовых израильтян, так и власть придержащих. Ко мне в студии присоединился министр финансов, глава партии «Наш Дом Израиль» Авикдор Либерман. Добрый вечер. Добрый вечер. Шанатова. С Новым годом. Шанатова. Давайте все же начнем не с политики, как было заявлено, а с новости горячей, которая касается репатриантов, бегущих сейчас из России. На минувшей неделе и Минфин, и Министерство Алиинтеграции разработали план по приему россиян, имеющих право на возвращение на репатриацию. Каковы детали этого плана? Во-первых, это не только россиян, это касается всех приезжих и с России, и с Украины. Понятно, что 95%, 90% это сейчас приезжает прежде всего из России. В чем основная проблема? Те, кто сегодня приезжает, они в основном приезжают как туристы. То есть люди во многом оставляют все сегодня на завтра, принимают решение, у них нет времени записываться в посольство, на консульский прием, оформлять все документы. Они приезжают в качестве туристов, и поэтому не имеют никаких прав ни на корзинку абсорбции, ни на мелкие расходы. И только тут они уже начинают оформлять новый статус, менять статус туриста на репатрианта. И вот именно в этот период... А сколько, я при спрещении, сколько сегодня времени занимает изменить статус туристического на... Сегодня мы пытались ускорить все процедуры так, чтобы в течение от двух недель до трех недель максимум человек мог поменять статус, если действительно подтверждаются все данные, и у него есть право на возвращение, на него распространяется закон возвращения. И поэтому вот именно на этот период, пока окончательно подтвердят его статус, то мы собираемся выдать вот эту помощь, корзинку абсорбции уже с первого дня, то, что называется, на текущие расходы... Подъемные. Подъемные. Да, и это основная суть решения, говорю, распространяется и на приезжих из России, и из Украины. И понятно, что люди в такой ситуации, мы не можем закрыть глаза и следовать бюрократической... О каких суммах идет речь? И о каком количестве людей, которым необходима эта помощь? Пока мы говорим из тех, кто физически прибыли, несколько сотен таких случаев, но по обращениям, по тем, что мы видим в Министерство абсорбции или в Бюро по связям на ТИФ, это будет уже речь идти о тысячах уже в ближайшую неделю. И именно поэтому мы подготовились так, что неважно, сколько людей приедут, бюджеты будут выделены на всех, кто приедет. Никаких проблем с бюджетом не будет. И самое главное, это еще раз подчеркивает, насколько важен закон о возвращении. И понятно, что и Ликут, и Бенгвир, и ШАС, и Адута Тора, они записали в своей предвыборной программе, что они собираются менять закон о возвращении. То есть это практически прекратить всю алию из бывшего Советского Союза, не только с Россией и Украиной. Если мы посмотрим, как появляется в программе, скажем, партия религиозных сионистов, у них один из центральных пунктов, у Смутрища Бенгвара, отмена закона о возвращении. Не закона, а пункта о праве внуков. Нет, не только праве внуков. Было несколько вариантов, и Ликут подавал два различных варианта в 24-м Кнесте, и Дуди Амсалем, и Шла Макары. Это практически полностью задушит всю возможность для алии. Более того, мы собираемся поднять вопрос о том, что называется четвертое поколение. Мы не можем остаться глухими и не замечать этих событий. То есть те, кто приезжает сюда, их пытаются сегодня выдворить. Четвертое поколение, понятно, что они будут первыми призваны на поле битвы. И отправлять людей с российским паспортом, никто их больше нигде не примет. Отправлять их обратно, это значит отправлять их напрямую. Но только четвертое поколение. Вообще людей, приехавших сюда спасаться, неважно в каком статусе, отправлять от России или в Украину, где идет война, это неправильно. Мы приняли до сих пор 14 тысяч беженцев с Украины. Я говорю, это наше вообще, нужно понять. Мы прошли какую-то историю собственную. Мы помним, как во время, к сожалению, Второй мировой войны никто не хотел принимать еврейских беженцев уже накануне Второй мировой войны. Когда всем было понятно, в 1938-1939 году, как и во время войны суда, англичане не допускали корабли с еврейскими эмигрантами. Так что мы не можем все это позволить. Надо, да, делать выводы. Кстати, как израильское правительство намерено решать вопросы с Эстонией, чьи пограничники отказывают во въезде в страну обладателям двойного гражданства, израильского и российского. То есть даже с израильским Дарконом границу с Эстонией не перейти. Это прерогатива МИДа, но у вас тоже, я думаю, есть свои мнения. Мы разговариваем с МИДом, ведем переговоры, и МИД находится в прямом контакте. Я надеюсь, что мы решим эту проблему сегодня. А чем они вообще объясняют свои действия? Есть какие-то по этому поводу сообщения? Они объясняют, что многие используют израильский паспорт как прикрытие, как фикцию. И поэтому они не хотят участвовать в этой фикции более-менее. Израильское гражданство это же не фикция, это реальность. Это их объяснение. Это их объяснение, что по существу идет граждан России, которые на всякий случай где-то держат израильский паспорт, хотя они практически как бы являются с их точки зрения прежде всего гражданами России. Думаю, этот вопрос будет решен на дипломатическом уровне. И помимо всего этого, конечно, нужно понять, что когда мы смотрим, как вообще, знаете, эта тема, вот я смотрю, как опять-таки освещается нашими противниками. Либерман хочет привести сюда избирателей ближе к выборам. Понимаете, вот вся эта оголтелая такая пропаганда действительно в самом плохом смысле, в советском духе. Те, кто приехали после 9 сентября, не имеют права голоса. Все, кто приедут сегодня, не имеют права голоса. Сегодня имеют права голоса только те репатрианты, которые приехали до 9 сентября. Вот это весь негатив, который сегодня пытается вбросить. С одной стороны, Либерман привозит там своих избирателей. С другой стороны, пытается наводнить там страну гоями. Слушаю выступления каких-то там деятелей из Ликуда, из партии религиозных сионистов, когда читаешь, что они пишут. Их главные рупоры, типа там Боза, Голлана и так далее. Все, что происходит на 14-м канале и вокруг него, ну просто диву даешь. Вы знаете, давно не помню вот такого, просто такой волны, такой волны как бы неприязни ко всему, кто, и всем, кто приезжает оттуда, ну не упомню. Да, ну ничего не поделаешь, да, мы с этим живем уже не первый год. Но вернемся все-таки к новоприбывшим. Как вы готовитесь к интеграции новых граждан, что делать по этому поводу Минфин и правительство в целом? Я просто общался с людьми, которые недавно приехали, мне рассказывают о том, что, например, найти Ульпан и записаться в Ульпан, это большая проблема сегодня. Смотрите, тут многое зависит от местной власти. Если, скажем, люди приезжают в город, где мэр действительно радеет за это дело и сам занимается, и есть в основном заместители наши от НДИ, русскоязычные замы мэров городов, которым это важно, таких проблем нет. Где возникают такие проблемы, где мэр вообще не знает, что такое Алия, нет русскоязычного зам мэра города, и тогда это все пускается на самотек. Во всех городах, там, где я знаю, ну скажем, во всяком случае, где мы хорошо представлены, вы никогда не услышите о таких проблемах. Мы разговариваем тоже и с мэрами, но и Ульпаны, и во многом уже абсорбция на местах зависит от местной власти. И поэтому люди тоже должны выбирать, где и куда они точно идут жить, поскольку... Разве вы не можете повлиять на местные власти, не знаю, при помощи, опять же, бюджетов, пообещать новые бюджеты, какие-то условия, льготные для тех, кто примет больше репатриантов и так далее. Есть же масса инструментов. Да, есть масса инструментов, и, к счастью, они идут туда, где в основном, где мэры очень чувствительны к этой волне Алии, делают все возможное. Я не хочу давать примеры, там, городов и называть, поскольку в основном там все мэры от НДИ, или замэры от НДИ. Но понятно, что не будет такой проблемы ни в Молоте, ни в Коцерине, где Аркадий или Дима Парцев, они там находятся в качестве мэров городов, и поэтому... Молот и Коцерин слишком далеки от центра, от центров развлечений, от культурных центров, от центров, где больше всего работы у нас. Нет, я думаю, что сегодня как раз работы хватает везде, и в Молоте, и в Коцерине, и в Нофа-Галиле, в Мигдаля-Эмике, и в Аку, и в Нарии. Там действительно есть очень сильные отделы, и в Хайфе, которые работают и делают все, чтобы принять, бороться за репатрианта. Я, с вашего позволения, тоже хочу еще обратить внимание, вы знаете, вот мы разговариваем через месяц выборы. Самое главное, неважно, за кого голосуете, придите к избирательному уровню. Вот просто обратиться ко всем нашим избирателям, мы еще раз проверяем. Постоянно публикуются опросы о готовности прийти проголосовать. К сожалению, среди русскоязычной общины до сих пор, то, что называется, проверяется готовность, собираетесь ли вы прийти проголосовать. У нас самое низкое. И это очень плохо. Если хотим действительно влиять и изменить положение вещей, а не только раздумывать и размышлять, необходимо прийти на выборы и проголосовать. Быть может, это отсутствие мотивации, оно вызвано тем фактом, что мы бегаем по кругу и ни у одной стороны, ни у одного лагеря нет преимущества. Люди видят, что по всем опросам одни набирают 57 мандатов, другие 59. Соответственно, пойдут они на выборы, не пойдут, ситуацию это просто не изменит. Нет, вы знаете, я думаю, что вот самая грубая ошибка, которую только вы могли совершить, вы сейчас ее совершили в канун выборов. Нужно просто смотреть, что было сделано. Моя ошибка в чем, простите? В том, что нужно смотреть не на то, что какой лагерь, а тот лагерь, а что сделано для репатриантов, а что сделано для русскоязычной общины за последний год. То, что сделано, они делали с десятки лет. Я говорю это и начиная с солдат, солдат-одиночек, которые в основном русскоязычные, и солдаты на действительной службе в боевых частях, и для переживших катастрофу, и для пенсионеров. Сделаны там десятки программ, и для людей, которые получают низкую заработную плату, курсы переквалификации, одноразовые платежи. Но как это все влияет на политический тупик, в котором находится система? Смотрите, тупик только в одном направлении. Если будет создано правительство Натаньяуна, будет прежде всего правительством с шасами Яду Тантара, с мутричами Бенгверами. Понятно, что прежде всего они похоронят и закон о возвращении, не будет никакого изучения основных предметов. К сожалению, то, что я вижу сейчас, то, что да, меня пугает, однозначно и Лапид, и ГАН собирается выстраивать следующую коалицию с тем же шасами Яду Тантара. Я вижу, как они активно ухаживают, какие реверансы делают в сторону ортодоксальных партий. Для того, чтобы этого не допустить, НДИ должна быть большой, сильной, набрать достаточное количество мандатов. А будет у вас не пять, будет у вас семь мандатов. Что-то этого изменится. У нас должно быть десять. Бенни Ганс перестанет смотреть в сторону ультра-ортодоксов? Да, у нас должно быть десять мандатов, тогда даже коалиция Ганса и Лилапида с ортодоксами не даст им 61 мандат. Единственная альтернатива, вы знаете, вот накануне 24-х выборов, я выступаю тут в студии, сказал, нам нужно создать правительство без Натаньяу, без Лицмана, без Дерри, без Гафни. Без Лицмана уже в любом случае оно будет так или иначе. Да, без Гафни, без Дерри или без Гольдкнаффа. Мы сказали, такого не бывает, не может быть. Факт, что мы создали. Факт, что мы создали, сделали очень много, прежде всего, для интересов русскоязычной общины. И поэтому сейчас, я говорю, нужно создать сионистскую либеральную коалицию. То есть все сионистские партии, включая Ликут, без Натаньяу. Тогда мы можем действительно без Натаньяу, без Дерри, без Гафни, можно тут выстроить нормальное государство. У нас есть потенциал, нам нужно только нормальное правительство и стабильность. Это, что нам нужно обеспечить на ближайших выборах, во многом зависит от русскоязычного избирателя. Если он придет, проголосует, то будет совершенно другая картинка. Призыв ясен. Все на выборы. Все на выборы. Министр финансов Эвгдор Либерман, большое спасибо.